В эфире новости Нижнекамска, в студии Айрат Салимов. Здравствуйте! Прямо сейчас о наиболее значимых событиях, коротко о главном. Задача власти одна. Сделать для человека, для гражданина, для жителей города любую услугу, в том числе эту, комфортной, понятной, быстрой, удобной. Судебные приставы переехали в новое здание. Повлияет ли это на улучшение качества работы службы? Данную площадку вообще тяжело назвать детской. Опасные качели? Соответствуют ли детские площадки в Нижнекамске нормам безопасности? Было поднято более 800 погибших солдат. Установлено имен, более 15 имен. Родственники найдены 12 солдат. Вернуть имена павшим героям. Поисковый отряд «Нефтехимик» отправился в очередную экспедицию. В настоящее время проводятся соревнования для определения лучших из лучших. Все четко по инструкции. Внештатное аварийно-спасательное формирование Нижнекамск «Нефтехима» выявили лучших. Я думаю, что с помощью вот этих людей компания точно не станет на место и будет примером, как всегда, для весь мир. Международным стандартам соответствует Нижнекамск «Нефтехим» прошел аудиторскую проверку. Служба судебных приставов переехала в новое здание. Теперь специалисты будут принимать граждан по адресу улица Студенческая, дом 7. Раньше там размещался городской суд. Здание отремонтировали. В этом году поводом к переезду послужили многочисленные жалобы от посетителей и многочисленные очереди. Теперь эти проблемы должны остаться в прошлом. Удобное фойе и электронная очередь должны развести большое количество людей. На церемонию открытия прибыли первые лица города и член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Морозов. Все подробности у Анны Селезневой. Ремонт в здании бывшей городской прокуратуры закончили совсем недавно. С порога сразу чувствуется запах новизны. Площадь помещения составляет 850 квадратных метров. Это в два раза больше, чем в прежнем здании. Мы теперь делим потоки вторник-четверг один отдел, среда-пятница-другой. У нас здесь будет воздух всегда. Потом там какая-то зеленая проходимость, если он будет закрытся. То есть этого помещения вполне хватит, чтобы люди там уже... Этого помещения хватит. И со временем, когда люди привыкнут к системе электронной очереди, они уже не будут здесь выстраиваться к 7 часам. Вот он весь день, пожалуйста, приходите в руку. Это дисциплинирует. Проект модернизации здания для службы судебных приставов был поддержан президентом республики. Это полностью поддержка президента нашей республики Александра Ильича Миниханова, руководства республики. Мы вышли с пилотным проектом, с предложением на примере Нижнекамской службы судебных приставов отработать механизмы совершенствования качества оказания услуг. Система электронной очереди поможет развести потоки людей к разным специалистам. В помощь людям и специальный инфомат, в котором можно посмотреть свою задолженность и сразу же оплатить ее. В республике на службе судебных приставов такая система применена впервые. Вот то, что было, это было плохо и для службы, потому что они работали в плохих условиях. Но главное, это было плохо для людей, которые не могли получить нормально ту услугу, которая им была нужна. И вот та реконструкция, которая проведена здесь сегодня, то, как ставятся задачи перед службой, то, как создается условие для людей здесь, это как раз, мне кажется, шаг в очень правильном направлении, потому что задача власти одна – сделать для человека, для гражданина, для жителей города любую услугу, в том числе эту, комфортной, понятной, быстрой, удобной. Номер А-13. Пройдите в кабинет номер 13. Как отметил мэр города, пока существует нехватка профессиональных кадров. Работа над этим вопросом идет, и уже рассматриваются новые кандидаты. Сданы пять документов на кандидаты в органопринудительное исполнение. В ближайшее время, я так думаю, они уже трудоустроятся, и будет намного легче работать. Указом президента Российской Федерации от 1 октября прошлого года службу судебных приставов наделили правоохранительным статусом, так что теперь работать в этой сфере станет еще престижнее. Анна Селезнева, Влас, Симагин, N-Media. Игры с риском для жизни. Детские площадки все чаще становятся местом трагедии о неразвлечении. 5 августа в Астрахани 11-летнего мальчика насмерть придавила бетонная плита, прикрепленная к металлической лестнице. На нее ребенок забрался во время игры. Трагедия не случилась, если бы конструкции на детской площадке своевременно проверяли на безопасность. Как обстоят дела с комплексами для детей в Нижнекамске, решили узнать активисты ОНФ. Вместе с нашей съемочной группой они прошлись по нескольким дворам города. Бетонная плита на детской площадке в Астрахани насмерть придавила 11-летнего ребенка. Эта новость облетела всю страну 5 августа. Трагический инцидент привлек всеобщее внимание. Тотальные проверки детских площадок начались в разных городах России. В Нижнекамске этим занялись активисты Общенародного фронта. На данный момент мы видим, что кольчель находится в ненадлежащем состоянии. И то, что она подлежит уже демонтажу. Такую же картину мы увидели в соседнем дворе по проспекту Мира. Старые потертые конструкции детского комплекса одиноко стояли друг за другом. Вот ракета. Обшарпанная краска. То, что есть следы коррозии. Острые углы. Потому что, когда дети бегают, они не смотрят по сторонам. Соответственно, нарушение техники безопасности. В следующем дворе по улице Бызова вместо качели висят истрепанные веревки. Их, по всей видимости, повесили жители после того, как сломались металлические качели на этом месте. Данную площадку вообще тяжело назвать детской. Потому что здесь нет ни горок, ни качелей, ни каруселек. Абсолютно ничего, кроме беседки, где у нас собираются любители выпить. Скажем так. Вот и все. То, что тут спаяно все из старых и ржавых каких-то труб там, и они абсолютно небезопасны. Мне это вообще не нравится, конечно. Более-менее безопасный комплекс, на котором играли дети. Мы увидели во дворе дома 13 по проспекту Вахитова. На площадке также стояли старые карусели, к которым никто не подходил. Почти 75% общественного пространства, в том числе придомовых территорий детских площадок, не соответствуют действительности. И вызывают огромное количество нареканий. По факту выявленных нарушений, очевидных невооруженным глазом, активисты Общенародного фронта направят письма в соответствующие государственные учреждения. В первую очередь мы сейчас направим письмо исполнительному комитету города Нижнекамска. Руководство исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Второй этап – это направление письмов в прокуратуру и следственный комитет. И будем следить, кто и за что будет отвечать. И в любом случае наказание последует. Как административно, так и уголовно. Трагедии с детскими жертвами удастся избежать, если своевременно проверять и устранять нарушения техники безопасности на развлекательных комплексах. Анна Селезнева, Лисан Саитова, НМедиа. Программа продолжит оперативная сводка. Не переключайтесь. Следственными органами Татарстана возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Территории, принадлежащие Лесному фонду России, незаконно передали юридическому лицу. Позднее там организовали базу отдыха. Сумма ущерба – порядка 12 миллионов рублей. Ведется уголовное расследование. В Нижнекамске 22-летний водитель ВАЗ 9-й модели совершил наезд на пешехода. Авария произошла напротив ЦРБ. Под колесами оказалась 71-летняя женщина. Ее с многочисленными травмами и ушибами госпитализировали. Сейчас по данному факту проводится проверка. 75-летний житель деревни Малая Оксубаева стал очередной жертвой мошенников. Неизвестные позвонили ему по телефону и представились сотрудниками банка. Они предостерегли мужчину о списании всех средств с карты. Он испугался и кинулся снимать наличку 877 тысяч рублей. После того, как вся сумма оказалась на руках, пенсионер перевел деньги на якобы резервный страховой счет, реквизиты которого ему сообщили мошенники. Последние исчезли сразу же, как завладели средствами жертвы. Сейчас же я передаю слово моей коллеге Юлии Бурмистровой. Она расскажет о наиболее значимых новостях промышленного сектора. Профессионализм, деловая репутация и слаженный коллектив. Речь идет о проектно-конструкторском центре Нижнекамска нефтехима, сокращенно ПКЦ. Данное подразделение имеет важную роль в производственной цепочке всей компании. На днях центр отметил свой 55-летний юбилей. Сегодня генеральный директор компании Айрат Сафин поздравил нефтехимиков со столь значимой датой. 55 лет назад проектно-конструкторский центр Нижнекамска нефтехима представлял собой небольшой отдел численностью всего 8 человек. Располагался он в одном из жилых домов по улице строителей. Сегодня, спустя более чем полвека, картина изменилась до неузнаваемости. Раширенштадт появилось свое отдельное помещение. Неизменным осталось только одно. Сегодня на центр, как и тогда, возложена важная миссия. Развитие и модернизация всего комплекса заводов и производств Нижнекамска-техима. Необходимо было собрать группу профессионалов, что и было сделано 55 лет назад, которые со временем сейчас отвечают всем требованиям нормативных документов, имеют все разрешительные документы и выполняют ту документацию, которая успешно проходит экспертизу промобезопасности и внедряется непосредственно на производстве. Сегодня, благодаря тому, что в ПКЦ на должном уровне организована система дополнительного образования, центр без сомнений можно назвать «Школой проектировщиков», в которой молодым специалистам предоставляется уникальная возможность опериться в профессии и, став на ноги, уверенно решать любые поставленные задачи. Одной из тех, кому посчастливилось получить признание коллег, стала и молодой специалист Анастасия Строкина. «Было очень приятно получить грамоту в такой важный юбилей для нашего проектно-конструкторского центра. 55 лет – все-таки такая знаменательная дата. Вообще, наша работа очень интересная, никогда не бывает одинаковых похожих заданий, все время идет развитие». С 55-летним юбилеем сотрудников ПКЦ поздравил генеральный директор Нижнекамственных Тихима Айрат Сафин. Дружному коллективу центра руководитель пожелал всего наилучшего. «Твердые руки на карандаше, но сейчас карандаша нет. Твердых знаний, улучшения. Надеюсь, все-таки ПКЦ будет дальше развиваться. Удачи вам, здоровья, успехов. Очень рад за этот юбилей». Нижнекамск «Нефтехим» по итогам проведенного надзорного аудита подтвердил область сертификации международных систем менеджмента. Как в комплексе эксперты оценили работу всего промышленного гиганта и какие впечатления Нижнекамск «Нефтехима» оставила у представителей чешского подразделения. CQS узнаете из нашего следующего материала. Нижнекамск «Нефтехима» сертификация систем менеджмента была начата еще в далеком 2000 году. Он стал первым предприятием в Татарстане, получившим такой сертификат. В рамках надзорной проверки в этом году делегация посетила заводы этилена, пластиков, олигомеров и гликолей, дивинила и углеводородного сырья, а также различные отделы и управления. Аудиторы побывали на биологических очистных сооружениях, которые напрямую связаны с экологическими аспектами деятельности компании. Гости смогли лично убедиться в том, какие современные решения здесь были внедрены. Вы знаете, что сразу мне бросают в глаза, чтобы я вижу, это именно отношения от людей. Понимаете, отношения от людей, когда они хотят слушать, хотят менять, хотят что-то делать, улучшить. Это очень хорошо. Я думаю, что с помощью вот этих таких людей компания точно не станет на место и будет примером, как всегда, для весь мир. Подразделение Нижникамск-Нефтехима представили аудиторам большое количество документации, подтверждающей эффективность и результативность систем менеджмента на предприятии. В завершающий день аудита в режиме онлайн состоялось заключительное совещание, где были озвучены итоги проверки. Несоответствия не было зарегистрировано, что позволило рекомендовать пролонгацию действующих сертификатов. Также Нижникамск-Нефтехим подтвердил область сертификации производимых видов продукции и оказываемых услуг. По результатам проверки аудиторы сертифицирующего органа отметили, что Нижникамск-Нефтехим динамично развивается, ежегодно вводит дополнительные мощности, проводит модернизацию и реконструкцию существующих производств. Также был отмечен высокий уровень профессионализма, менеджмента в вопросах функционирования процессов СМК, компетентности, информированности и вовлеченности персонала в процесс улучшения качества продукции и результативности системы в целом. Сертификация системы менеджмента очень важна для наших потребителей. Это является для них гарантией, что продукция, производимая на этом предприятии, гарантированного качества, производится вовремя с соблюдением всех требований стандартов, не только международных стандартов, но и соблюдением законодательства Российской Федерации, что это предприятие социально ориентированное, которое является еще и ответственным за охрану окружающей среды. Программа аудита была насыщенной, постарались охватить как можно больше подразделений общества. Аудит проходил в новом для нас формате, это было немного тяжелее, но мы получили большой положительный опыт. По результатам аудита выдано 16 рекомендаций. Аудиторами высоко была оценена наша работа. Алья Шигапова, Марина Чернышкова, НМЕДИА. В случае чрезвычайной ситуации эти люди приходят на помощь первыми. Они подготовлены, сильны и бесстрашны. Речь идет о спасательных отрядах, которые состоят из специалистов компании «Нефтехимиков». В каждом цеху есть определенное количество человек, которые готовы в любой момент оказать помощь своим коллегам. Сегодня отличную подготовку показали работники завода олигомеров и гликолей. Соревнования между цехами прошли на учебном полигоне ГСО-3. Быстро, четко и слаженно. Именно так работают аварийно-спасательные формирования Нижнекамск-Нефтехима. В отряды входят сотрудники заводов и управлений, то есть специалисты, которые ежедневно трудятся на производстве. Для того, чтобы быть спасателем, необходимо иметь отличную физическую подготовку и не только. Всего на заводе олигомеров и гликолей 12 технологических цехов. На соревнованиях присутствуют все 12 отрядов. В каждой команде по 6 человек. Люди подготовились. В каждом цехе они имеются, они аттестованы. Ребята тренировались неоднократно, чтобы далее участвовать на соревнованиях, на учениях в ПАО. Соревнования между отрядами проводятся ежегодно и с каждым разом результаты становятся лучше. Самое главное – командная работа, а время – наиболее ценный ресурс. На пути участников несколько этапов, которые должны быть выполнены без ошибок. Сегодня отрабатывается, как всегда, в принципе, 4 этапа. Это этап по установке снятия заглушки, этап по поиску пострадавшего в загазованной зоне и выносу из этой зоны. И третий этап – это вынос, излечение пострадавшего из емкости. Четвертый, заключительный этап – это оказание первой медицинской помощи. С ним нефтехимики справились на отлично. Спасательный отряд цеха 6704 – серьезный конкурент другим подразделениям. В прошлом году именно его сотрудники стали лучшими. В этом уступать также не собираются. Действительно, хорошая подготовка и уверенность в своих действиях снова привели четвертый цех к победе. В состязании эти ребята показали лучший результат. И уже совсем скоро именно они будут защищать честь завода олигомеров и гликолей на соревнованиях по объединению. Алексей Бажанов, Айсилу Хафизова, Марина Чернышкова, НМЕДИА. Капитальные ремонты – неотъемлемая часть поддержания в функционировании всех промышленных секторов Нижнекамск-Нефтехима. Этот год не исключение. В том числе и для производства дегидрирования бутана одностадийная, сокращенно ДБО. Все работы уже проведены, а это значит, есть повод побывать на производственной площадке. Капитальные ремонты – неотъемлемая часть поддержания функционирования всех производственных секторов НКНХ. Этот год не исключение. В том числе и для производства дегидрирования бутана одностадийная, сокращенно ДБО. Уникальная крупнотоннажная установка с рядом технологических особенностей. Поэтому здесь все должно работать четко, слаженно. Ведь именно в цехах этого промышленного механизма производят и забутилен, и дивинил, которые так необходимы при рождении ценного каучука. В 2020 году у нас был остановочный капитальный ремонт с 16 июня по 3 июля. За это время были произведены такие работы, как замена теплообменника, закупили новый теплообменник на компрессорное оборудование позиции Е203А1. Затем заменены были ремонт, произведен ремонт коллекторов, опорожнений, входа воздуха. Были произведены ремонт футировки реакторов и печей. Ремонт на производственной установке длится чуть более двух недель. Затронул он и соседний цех. В этот период специалисты производили чистку колонного, теплообменного и емкостного оборудования. Для повышения работоспособности производилась экспертиза промышленной безопасности аппаратов и трубопроводов, техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматизированной системы управления. Производился ремонт трубопровода пара на опакинной установке на высоте более 90 метров с использованием специальной техники. В общем, остановочный капитальный ремонт развели хорошо. С учетом пандемии, конечно, вводились некоторые ограничения, связанные с ношением масок, перчаток. Обязательно недопущение сторонних организаций к персоналу цеха для этих целей, для открытия на ряд допусков, использовать специально отведенное место за пределами оператора. Несмотря на вынужденные ограничения, капитальный ремонт в цехах завода ДБО завершился в срок. Оборудование готово работать на полную мощь, и это важно. Ведь совсем скоро подразделение станет поставщиком сырья для нового, пока еще строящегося производства ДССК. А значит, ответственности за конечный продукт стало еще больше. Катерина Короленко, Юлия Бурмистерова, Лейсан Саитова, НМедиа. На этом у меня все. Прямо сейчас смотрите свежий обзор новостей. Новые общественные пространства. В селе Сухарево Нижнекамского района заканчивается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Его открытие запланировано на начало сентября. Кроме этого, идет реконструкция сквера за Домом культуры. Также появится детская площадка и место для проведения праздничных встреч. Из бюджета республики на строительство выделяют по 10 миллионов в этом и следующем годах. Что касается Дома культуры, который находится на этой площадке, то, по словам руководителей сполкома района Айдара Сайфуддинова, он попал в предварительную республиканскую программу реконструкции в будущем году. Второй миллион зерна собран. Наибольшее количество собрали в Буинском, Тетюшском и Заинском районах республики. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади более 506 тысяч гектаров, что составляет 34% от плана, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Республики Татарстан. Самые высокие урожайные зерновых в Заинском районе, а также в Тетюшском, Сармановском и Мензелинском районах республики. Пожилым людям лучше дома. До 23 августа продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Татарстане. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писошин. Требование не распространяется на возрастных руководителей, работников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте критически необходимо. Решение принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса в Республике, говорится в послании. На прошедших выходных поисковый отряд «Нефтехимик» отправился в очередную экспедицию. На этот раз точкой дислокации стала Волгоградская область. Миссия важная – найти, поднять и перезахоронить останки бойцов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. О том, как прошли сборы и последнее приготовление перед отправкой, расскажем в нашем сюжете. Поисковый отряд «Нефтехимик» – команда, которая на протяжении многих лет остается верна своему долгу и традициям. А именно поиски, поднятия и перезахоронение останков бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В этот раз отряд вновь отправляется на вахту памяти в Волгоградскую область, Городищенский район. Работы предстоит много, а пока важная часть подготовки – собрать все необходимое и погрузить в автобус. Оборудование, экипировка, палатки, генераторы и продукты. Пожалуй, самое необходимое – металлоискатель. Когда мы находимся в аэроскопе, то есть помимо останков, так же с бойцом часто бывают и металлические приборы. То есть, в принципе, если провести, ну, радио здесь небольшое, если провести, то издает вот такой вот звук, то есть позволяет определить, это может быть там фляшка, пактилок, фляшка какая-нибудь. Более серьезная техника – глубинный металлоискатель ТМ-808. Сами поисковики попросту называют его «глубильник». Аппарат цены, без него процесс раскопок весьма затруднителен. Его, к слову, поисковикам подарил Нижнекамск нефтехим. Предприятие всегда оказывает бойцам всяческую поддержку, выделяя транспорт, сухпайки и спецтехнику. Металлоискатель, он не любит воды, поэтому мы как бы их бережем очень. Но если металлоискателя не будет, то будет намного сложнее искать металлические объекты, потому что все бойцы, которые были, ну, скажем так, потеряны на поле боя, они все имеют личные вещи, которые присутствуют в металле. Самому юному участнику отряда «Нефтехимик» всего 9 лет. В экспедицию Рим отправляется уже в четвертый раз вместе с родителями. Настоящий семейный подряд. Мы там занимаемся поиском, мы выезжаем в долину. Сначала приезжаем в лагерь, обустраиваемся. И потом каждые два дня разных людей берут в долину, они туда ездят. И мы начинаем копать. Мы достаем металлоискатели, щупы и все это проверяем. Тяжесть немножко есть. Мне говорили, что это может быть опасно, можно найти какую-то бомбу, не взорвавшуюся. Но у меня таких ситуаций не было, и я даже рад этому. На следующий день после тщательных сборов экипированный отряд по традиции собрался возле Монумента Победы. Все разговоры только об одном – предстоящая поездка. Сегодня отправляемся в экспедицию, которая будет проходить в Волгоградской области, в городическом районе, возле Кутра Донского. Состав отряда – 20 человек. Двое у нас уже уехали вчера на газели. Двое приедут своим ходом. По приезду мы сразу, естественно, будем устанавливать лагерь, потому что нам все-таки две недели жить, это надо обустроиться, зону территории лагеря все почистить. И на следующий день мы пойдем уже на раскоп, будем искать наших солдатиков, чтобы их поднять, возможности установить их личность. 23 числа будет захоронение. Захоронение у них происходит всегда только один раз в году. Именно 23 числа – это первый налет как раз немцев на Волгоград. Кстати, место для экспедиции было выбрано не случайно. Еще в прошлую вахту в августе месяце в районе хутора Донского поисковики обнаружили останки нескольких советских солдат. Поэтому в этот раз решили изучить этот район более детально. Собирали информацию, журнал «Боевых действий», приобрели немецкую аэроавтосъемку по данному району. Вот есть прилагательства, карты, схемы, то же самое. И, соответственно, по автосъемке уже видно, где окопы были траншеи, где продали. По журналу «Боевых действий» удалось узнать, что погибших значительно больше оказалось. То есть в день по 60-50, 50-60 человек пропавших, призвестных, убитых и раненых. В данном районе бои вела 240-3-го дивизия. Потери были большие. Но думаю, что на этом месяце нам удастся найти большое количество. Потому что эта съемка нам, я думаю, поможет. Ну вот они, последние приготовления, фото на памяти. Буквально через 5 минут поисковый отряд «Нефтехимик» отправится по заданному маршруту. Будем надеяться, что через 2 недели ребята вернутся с хорошей новостью. Долго ждать не пришлось. Уже через несколько дней, после того, как отряд оказался на месте, командир Ольга Ланцова сообщила нам ту самую хорошую новость. Есть первые результаты. Найдены и подняты останки советского бойца Красной Армии. Будем надеяться, что благодаря поисковому отряду «Нефтехимик» многие неизвестные солдаты, павшие в 40-х годах, сражаясь за Родину, вновь смогут обрести свои героические имена. Юлия Бурмистрова, Власимагин, НМедиа. На этом у меня все. Я напоминаю, наши материалы и просто свежие новости вы можете найти на сайте 3wmedianknh.ru, в Инстаграме и Телеграм-канале nmedia, а также в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, или у вас есть интересная информация, которую вы хотели бы поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программа Велая Расалимов. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok